привет друзья мы продолжаем и и что мы хотели да мы хотели воскресить наших павших товарищей видим курицу она ничего не хочет нам сказать давайте давайте тогда попытаемся выйти отсюда из дел цехи и куда куда нам ближе кто нам ближе храм лотандера можно или же или же во вратах во вратах ближе кто-то звонит на телефон очень не вовремя а храм во вратах был где позвольте позвольте мне вспомнить о боже в зале чудес который мы очень неудачным способом пытались обворовать но нам она то рады нам придется дойти если мы хотим воскресить павших все-таки поговорил я с анжантисом и решили мы дать тяксу еще один шанс да и вот динахер не довольно прибытием в нового врата балдора но мы должны должны нахер ничего не поделаешь павших товарищей нужно нужно воскресить и священник гонда давай да 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 сколько будет стоить это во первых нам тякс 800 за молодого гнома и за второго гнома ты конечно же 800 тоже деньги уходят просто неимоверно выстраиваемся и ну давайте будете сами одеваться сегодня тякс и квейли им да а джанте скрипя сердцем просто отдает эти рукавицы тякс тякс просто без них но ни о чем просто ни о чем персонаж вот кучу дротиков по залутали на самом деле много каких-то вещей неплохих еще у нас всякие свитки есть господи защита от электричества вот есть у нас куча жезлов просто куча миллион жезлов мы должны этим всем пользоваться на самом деле алебарды письма вот эти все кольцо защиты в инвентарь копье понятно свитки плащ и жулика тяжелый снайперский маргенштерн ты не этим пользуешься мать искать или приключений наручь и защиты большой щит нет в инвентарь это надо бы продать накидка защиты тоже на ком-то было кольцо кожи ангела мы уже отдали господи куча у нас всего на самом деле сейчас это будет долго друзья но все в конце на самом деле вот плащ не обнаружение вот это все пиаксовская это вот это это вот это вот это а уже не на лиза уже тяксу давай хотя бы больший щит до тякс одевай вот это зачем тебе не обнаружение если ты в тяжелой броне не можешь в это ну не знаю даже это на квейли нужно этот плащ конечно же тякс у нас у нас этот клирик ты здоровый можешь носить да а квейлин может вот этот вот именно и квейли да может одеть еще а вот этот плащ не может хорошо а кто же его может носить-то паладин нет а вот так вот может пожалуйста а кольцо вот это вот сюда вот правильно и магическое кольцо и наручи тоже сюда идут уходят на амулет нет ну амулет или кольцо или амулет у тебя уже есть кольцо господи как сложно и запутано амулет и амулет и кольца сейчас я все перепутаю просто это амулет защиты плюс один а плюс два у кого не это у кого плюс два был же амулет плюс два все я перепутал уже друзья так эту мантию сюда конечно же мантию одеваешь мантии искать или приключений хотя вроде бы было получше открывать ягс коробку и давай и доставай все жезлы булавы прощи все в инвентарь выкладываешь страха рассеять магию рукавица знатока кольца святости тоже тоже свитки оставляем плащи мага на опознание идут вот этот плащ уже не лезет тебя перчи паладину вот таким образом это перчи оружейного эксперта лучше так сделать джошь больше кастер ух тякс как с тобой трудно все кельцо святоши даем сюда да и снимаем вспомнил я как это все работало вот так это работало снимаем кольцо да чтобы здесь на два кольца было вот так вот таким вот образом снимаем отсюда вот это если вдруг вы или будут атаковать хорошо тяксу кольцо пойдет не пойдет потому что и так он так он хорошо вооружен посохов на это и прощи себе берешь у лжоши есть проща и здесь есть проща волшебная а 1 принадлежит к вейли конечно же к вейли одевать прощу паладин передает ему вот эти заряды долго но за кадром не знаю сможет действительно это стоит делать за кадром может быть действительно так тякс эти свитки сюда диспл сюда эти все жезлы тоже сюда к вейли господи это дина хейер она сейчас будет это опознавать опознавали жилу страха уже куча этих жезлов миллион сейчас продадим как раз заодно зашли потому что во вратах балдера но миллион просто этого всего это нам не нужно столько много вот эти давайте аксу пусть оденет себя текст больше не умирай пожалуйста шлем обычный у тебя с такой пимпочкой смешной эту прощу джошу на всякий случай тоже так все здесь все готово дротиков куча куча жезлов жезл превращение в белку это все понятно так все одели что нужно нет щит пояса не было очевидно да открывай еще кольцо плюс один но одно точно можно продавать защиты плюс один есть и господи плащ мага в инвентарь свитки оставь кинжал плюс два оставь это все сейчас продадим ненужное давай мы тебе варварский такой шлем оденем аквейли оденем с пимпочкой такой шлем вот так защита от критов все одевает вот так и бутылки нужно купить обязательно тут кольцо есть тут кольцо не пойдет потому что потому что вот такая вещь у него где-то все нормально выходим отсюда где тут выход господи из вашего храма этого зала чудес вот все ранены конечно что подделаешь значит теперь идем в восточную часть в магаз сразу и в таверну в магазе берем бутылок значит по 700 по 800 у нас стоит одного парня поднять посмотрим если свитки нужен свиток на самом деле воскрешение чтоб так не бежать каждый раз потому что если пойдем в эту башню Tropsz то точно не сможем поднимать сопрorsAL а загружаться я не хочу не хочу делать загрузки хочу играть так как они вплоть до того момента пока джош сам не останется давай хелбизар первым делом бутылки Не, первым делом мы тебе продадим кучу вещей. Открываем вот это и смотрим, что тебе продать. Чего нам не нужно. Таинственной жидкостью уже давно пора его продать, но это доказательство. Одно кольцо продадим. Копьё редкое оставим. Письмо. Это загадочное письмо. Плащ жулика продаём. Арбалет оставим. Маргенштерн передадим. Боевой топор оставим. Длинный меч продаём. Наручий продаём. Большой щит обычный продаём. Мулатый продаём. Шлем продаём. Отбиваем потихоньку деньги. Накидка защиты плюс один надо оставить. Короткий плюс один кольцо ангела. Это всё продаём. Пластинчатый точно продаём. Резисты, да. Орлиной лук оставим. Так, шкуры волка он берёт. Ну, слава богу, не придётся в наш кильоте. За 1750. Давай. Это продаём, эти свитки. Защита от зла не оставим. На всякий случай, нету такого свитка у нас. Это жиреческий или нет? Далее. Где у тебя бутылки, уважаемый? Что это такое за стрела? Убийственная стрела. Это, чтобы огра убить. У тебя нет бутылок хила, да? Ну, это не есть хорошо на самом деле. Нету бутылок хила. Есть потужнее заклинание, типа вот этого великого проклятия. Ну, квейли ещё далеко до него. Снять проклятия нет. Это клирики занимаются. Упругая сфера, духовные доспехи. Жезлов тоже очень много. Жезлы надо продавать на самом деле. Ну, какие парализации вот этот. Давай, один продай. Молнии не будем использовать. Продавай. Снаряды оставь. Хорошо, здесь парализации один. Оставь кольцо защиты. Одно можно точно продать. Как-то так. Нету бутылок нужных. Какие нам нужны бутылки теперь, друзья? Что это такое? Удержать нежити долго читается. Три. А нафиг надо у нас два клирика. Неполноценных, конечно, но это. Уквейли плохая харизма. Это мы проверяли. Зелье силы, зелье блокады. Ух, дорогие эти бутылки. Капец. Ладно, так пойдём. На самом деле, чё, 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 чё? Не впервой же ж, да? Тякс. Готовься править. Только для того, чтобы ты правил, тебе нужно всё лучше показывать в бою. Плащ жулика, плащ жулика и мантия путешественника. У тебя одета мантия искателя приключений против дробящего. Не-не-не. Квейли, тебе нужно против колющего. Противметательного. Вот эту штуку. Я бы сапоги купил на самом деле. Купил бы сапоги ещё такие, как у Динахиер. Но они не продаются, к сожалению. Так, Тяксу нужны жезлы. Какими он может пользоваться? Ещё вот у нас вот этот рунный камень остался. Полутовской у нас тоже есть, потому что у меня есть подозрение, друзья, что в Дурлага будут какие-то скрытые двери. Это ну, как же без них? Куда же без них? Это Квейлу передали. У Квейлу всё хорошо. Значит, по Эквипу, кроме бутылок. Бутылок сейчас возьмём просто с запасом. Динахиер, опознавай. Парализации и стрелы огня сюда передавай. Сюда влезли стрелы огня. Здесь по стрелам. У нас всё, в принципе, неплохо. Должно хватить. Так, здесь жезлы. Этот жезл сюда. Полудину. Ну, вот этот жезл, ну, не нужен он на самом деле. Ну, надо бы оставить. Этот жезл Тиаксу. Этот он не использует. Этот можешь, паладин? Нет. А Тиакс можешь? Нет. Только магия. Превращение в белку. Но это надо экономить, такой жезл на самом деле. Фаер есть, фаер есть. Хорошо. Парализация есть, парализация есть. Хорошо. Страх есть. Страх может и Клирик тоже использовать. Хорошо. Отлично. И свитки пусть будут у нас на всякий случай. Джошо, возвращай. Всё. Теперь бутылки. Жезлы есть. Жезлы есть. Не забывай пользоваться. Значит, двое бросает Страх. Здесь Страх через заклинание. Фаербол. Огненные стрелы. Размытие на защиту. Ещё два жезла парализации. Надо ими пулять. Вор, можешь? Не, не можешь. Тебя в инвиз постоянно. Тебе сапоги. Ну, в принципе, нормально. Я думаю, затащим. Минус четыре. Тут класс брони надо поднимать. Каким способом? Даже не могу себе представить. Кольца не хватает. Какого кольца? Кольца защиты, конечно же, да? Или нет? Нет. Не почему? Потому что плащ. Накидка есть. Какое кольцо тебе дать-то? Кольцо свободы есть. А какое же ещё было? Или накидки не было? А, кольцо это стреляющее, господи. Вот это стреляющее кольцо, да. Или оно у тякса было? Оно вроде бы у тякса было. Ты не можешь. Ты точно не можешь. У тебя плюс два. Вот у тебя, кажется, защита плюс два. Прячешь, Джош, с глаз долой эти кольца. Не могу я с этим разобраться. Не могу придумать это. И ещё раз хотел прочитать. Харизма, добавка плюс два. И с помощью очаровать одного персонажа раз в день. Сохранимся. Очаровать это в плане боя или в плане... В плане торговли. Вот этого я не знаю. В таверну. На отдых. Посторнись. Идут герои врат Балдера, которые уже не герои, а просто обычно, с обычной репутацией. Посторнись. Скорее. Хочу вернуться туда уже и продолжить приключения на самом деле. 15 минут тратим на это. Я, наверное, всё-таки, да, фу... Не, не, купеческую. Не на геройствовали. Отвратительно сыграли в прошлый раз. Всё сохранено. Все отдохнули. С пылы, с пылы восстановить. Забыл, забыл. Ещё одну защиту от страха. Здесь что? Это не нужно тебе... Поиск ловушек. Давай. А, да. Хотел же я взять. Снять проклятие. Не, не нужно. Квейли. Эти скелеты. Понятно. Хил ещё один. Давай, хил. Четвёртый есть? Нету. Здесь что? Здесь всё у тебя понятно с тобой. Так, так, так. Хорошо. Магические. Один такой, один такой, один такой, один сон. Куча магических есть. Вот это возьми. Чьи-то защиты от зла есть. Но у паладина есть куча их. На самом деле не нужно тебе... Так. Здесь всё есть. Здесь всё запомнено. Хорошо. Готовчинка. Собака гавкает, кто же начинает подгонять скорее. Мы же ждём переключений, а не торгово-экономических каких-то мувов. Ждём приключений, опасностей. Правда, Джош говорит, да я сам хочу вырваться скорее из этого города. Хочу на природу. А там всё-таки деревуха и ближе к природе. И там, да, там, конечно же, веселее. Сохраняемся. Кто-то там орёт за окнами. Какие-то туристы. Ох, как они все раздражают иногда. Особенно по ночам. Почему люди не спят по ночам и тусуются? Я не знаю, что за моду взяли себе. Так, ну ладно. Это такое... Возвращаемся в бороду у льгота. И... И да, и вернулись, собственно. В 16 часов заняло путешествие. Теперь можем позаходить уже в эти дома. Я думаю, надо обстоятельно, потому что... Первый дом, это пустой какой-то дом обычный. Кто здесь обыватель? Я ненавижу этот город. И это правда. На такой небольшой высоте хлеб, кажется, просто не может расти должным образом. А из-за таких проклятых океанских ветров у меня вечно насморк. Ну, подожди, вообще-то... Ну, хотя морской воздух он способствует. Ну, не знаю. Закаляться надо, пани. Надо закаляться, шаживаться его. Душай, мы с тобой уже общались. Погружен, да, в размышления свои. Какие-то медитации у него. Корон, сюда. Вскрыл, открыл. Сохранились. Зашли. Сейчас там 200 тысяч демонов и... Скелетов. Не, ничего нету. Чисто. Чисто. Ну, Корон, ну давай. Сколько это? ДЛЦ, это, возможно... Будет что-то интересное. Квейли. Выучил спелл, но не отдохнул. Или отдохнул? Не, не отдохнул. Корон, давай. Книга. История Амна. О, о, это интересно. Ну, конечно, вы почитайте на паузе. Минусом того, что начал делать вот 1280 на 720, то, что растягивается. Ну, плюс для широкоформатников, но минус, наверное, для пользователей, те, кто смотрят на телефонах и те, кто смотрят на этом. Ну, почему-то не хочет записываться в... Ну, в этой трилогии есть возможность открыть дополнительное разрешение, но оно закрывается после каждого использования. Что тут? Да ничего такого интересного нету, говорит. Корон. Девять золотых и... Это лестница или что? Это подиум какой-то? Корон. Ничего интересного, говорит. Командир, выходим. Так. Здесь река. Кони. Лошади. Убыватели. Вы явно не из местных. Добро пожаловать в бороду, Ульгота. Благодарю вас, госпожа. Любезности вам не откажешь. Есть тут один парень, зовут Мендас. Он только этим летом приобрался в наш город. Я и еще несколько женщин пытались преподнести ему корзину с приветствуемыми дарами. Он захлопнул дверь у нас перед носом. Господа, госпожа, мы разберемся. Вы тоже в городе недавно дружите с этим ученым Мендасом. Да, мы слышали о нем. Ну, по крайней мере, вы достаточно добры, чтобы остановиться и побеседовать, в отличие от вашего друга. Что же за Мендас-то такой? Очень интересно. Дружище, вы слышали, что Балдрана обнаружили в бесследном море и везут назад во ворота Балдра, чтобы он взял власть в свои руки. Ой-ой-ой, что началось? Кто это? Обыватель еще. А, ненавижу этот город, это мы уже слышали. Делсвирфтаньон. Я так сына назову, я отвечаю. Делсвирфтаньон. Вопрос, пожалуй, риторический, но все же, я могу вам помочь. Пожалуйста, поспешите с ответом, ибо сегодня я закрываюсь навсегда. Да, добрый торговец, о чем вы задумались? А, забыл купить бутылки Джош. Вспомнил, вспомнил это, вспомнила бабка, как дивкою была, да? Вы выглядите обеспокоенным. Да вы, да, вы все так любезны, но никакого золота. Так каждый день, так иногда и по ночам. Очень славный народ приходит, осматривается, качает головой и уходит. Терпения мне не хватает на этих добрых малых, которые все разглядывают, в руках поддержат, но, черт возьми, ничего не покупают. Вы собираетесь что-то приобрести или скажите пару любезностей и уйдете? Возможно, меня это заинтересует, скажите, чем именно вы занимаетесь? Я продаю всякие безделушки туристам, которые посещают башню Дурлага, но сейчас их практически нет. На дорогах бушуют разбойники, люди боятся сюда приходить, так что я завяз тут вместе со всеми своими запасами. У меня есть защитные амулеты всех форм и размеров, некоторые из них я нашел возле эльфийских развалин, другие сделал сам. Такие из них, наверное, хорошие, а может все плохие, но разве они не здорово выглядят? Я скажу вам, что собираюсь сделать, я продам вам все, что у меня есть, за очень низкую цену, всего лишь 500 золотых. А потом отправлюсь домой, уж там-то умеют ценить блестящие побрякушки. Возьмите что-нибудь или уйдете несолно хлебавшие. А давай Джош Харизму попробуем. Эта цена слишком высока, снести ее чуть-чуть, я подумаю над вашим предложением. Снизить? Речь идет обо всех моих запасах, вы хотите, чтобы я снизил цену? Позвольте-ка мне повторить кое-какие, проверить кое-какие знаки свыше. Звезды не превратились в светлячков, свиньи не летают, а нижние планы не сковало льдом. Так что этого не будет, когда я смотрел в зеркало последний раз, у меня на лбу не было татуировки. Идиот, убирайтесь отсюда. Ээээ, хе-хе-хе, дел сверх... Тонион, или как там его появляется запись, давайте ее прочтем. Вернуть кинжал еще нужно. А, это уже вот эти, да, это уже по дате давай. Мендос Эксбедиция... Сноб, подождите, а где же это... Это в дневнике появилось. Это что такое? Это в заданиях должно быть. Почему не по дате? Еще был дураном, битва. Почему не по дате? Давай по имени, господин. На дэ он называется, да? Выполнено, может быть, украсть телескоп. А-а-а. Гном по имени Делс предложил мне купить все свои режимы. Похоже, он собирается прикрывать. Я отказался, он просил слишком много. Угу. Это барахло проще выбросить, чем упаковать. Зачем мы вернулись? Покупайте, ну, давай за 500. Свершилось. Теперь забирайте все это барахло и уходите. Мне нужно собрать вещи. Я потерялся здесь достаточно много времени. Попадает на землю. Полуденди сюда. Во-первых, помоги командиру. А плутовскую камень у него дни часи за 500. А, это наш, это наш. Джош, а что тебе досталось? Ну, действительно, побрякухи всякие. Серебряное кольцо, серебряное ожерелье. Из оникса. А, нет, посмотрите, обереги все-таки какие-то достались нам. Короткий меч. Ну, давай в сумку его спрячем. Обереги. С эти обереги определенно что-то, что-то можно с ними делать. Давайте нахер. Поддельный оберег. Угу. При более детальном изучении, то, что выглядело как оберег, оказалось самоцветом. Средней ценности с несколькими символами, нацарапанными на внешней кромке. Однако, подделка превосходная и может обмануть любого наблюдателя, кроме самого проницательного. Ах, ты же, Чара. Дворфийский рунный камень. Обыкновенный на вид дворфийский рунный камень. У него может быть множество свойств. Может их объединять как-то можно, эти камешки? Я не знаю. Дворфийский рунный, поддельный и дворфийский рунный. Я понял тебя, Паводин, давай, определи его. Нет, тяг, столько злой. Может тебе интеллекта хватит, джинахер, чтобы его подловить? Нет, просто их купили и все. Ну и ладно. Ну и ладно, как говорится. Обыватели, здесь у них ферма. Что здесь? Мальчик из Ульгота. Мама говорит, что искатели приключений вонючие, орочие, прихвостные, которых нужно отлавливать и убивать, как волков. Ой-ой-ой, мальчик, нельзя так... нельзя так говорить о людях. Фенрус. Желаю приятного дня. Меня зовут Фенрус Булон. Некой француз с перышком на шляпе. Очень рад, что вы решили побеседовать со мной. Чем могу помочь? Приятно познакомиться. Вы были на экскурсии в башне Дурлага? А, это этот Фенрус, про которого нам говорили, чтобы мы у него повыспрашивали. Да, так и есть. Отличная была экскурсия, хотя и не дешевая. Почему вы интересуетесь? Планируете последовать моему примеру? Мы подумали, что возможно у нас найдется время рассказать нам об этой башне экскурсии. История этой злосчастной башни очень непроста. Ее построил Дурлаг, убийца троллей, великий дворфийский герой. За свою долгую и успешную жизнь Дурлаг собрал неописуемое количество сокровищ. Поговаривают о комнатах, доверху набитых самоцветами и большом зале, где пульными грудами свалены золотые монеты. Воспользовавшись помощью наемных дворфов, Дурлаг вырыл в холме множество комнат и переходов, а сверху выстроил одинокую башню, планируя, что там он сможет неспешно наслаждаться старостью в обществе счастливых и преуспевающих родичей. Но его мечтам не суждено было сбыться. Допельгангеры под руководством и при поддержке пожирателей разума убили товарищей Дурлага и перевоплотились в них. Когда изумленный дворф обнаружил подмену, все допельгангеры напали на него. В течение десяти дней он яростно пробивал себе путь через свою же крепость, преследуемую чудовищами, которые имели знакомое обличие, но желали Дурлагу смерти. Если будут, друзья, эти илитиды, эти пожиратели разума, то это точно будут свои загрузки. Я их так сходу не смогу завалить. Там очень жестко все. Или через разведку будем играть, очень аккуратно играть будем. Там это верняк. Они очень жесткие. Они просто там могут ваншотнуть всю партию просто так. Ну, посмотрим, ладно. В конце концов, Дурлаг одержал победу, однако не сумел восстановить илитидов, которые пустились в бегство. Опасаясь, что они могли бы вернуться, Дурлаг нанял лучших ремесленников, которых только смог найти. И начал реконструкцию своей башни и холма под ней. Установил ловушки, обереги и тайные ходы, движущиеся стены и оружие, срабатывающие автоматически при входе чужака. В течение нескольких веков все продолжалось в том же духе, становясь все более эксцентричным. Дурлаг питался грибами и, как поговаривают отдельные жестокие личности, телами непрошенных гостей. В конце концов, он умер. Вполне возможно, что его кости до сих пор находятся в одном из внутренних помещений, под защитой тысяч смертельных ловушек. Когда я сам осмотрел первые несколько комнат башни, я убедился, что легенды не врут. Там действительно очень опасно. Посещение этого места гарантирует незабываемое впечатление. Так что на вашем месте я бы обязательно побывал на экскурсии. А теперь я вынужден откланяться. Прощайте, удачной экскурсии. Ну-ка, Тиакс, еще раз. Поиск 50. У тебя 36. Тиакс 50. Но в поиск входит еще и, друзья, еще и это, еще и обезвреживание. Если Тиакс не сможет их обезвреживать, лучше има им взять. Я и вкачивал эти ловушки, проклятые. Еще в коробках. Возможно, Тиакс действительно не надо туда брать. Мендос. Привет, друзья. Рад вас видеть. Вы же герои с побережья меча. Я долго ждал встречи с вами. Я Мендос из Одердипа, ищущий крохи правды на этой скорбной земле. Нам, то есть мне, от вас кое-что нужно. У меня есть деньги. Я готов дружить. Не поможете ли товарищу в поисках знания? Это достойные поиски, мой друг. Помогу, если смогу, и сумею. Тяжелые вещи творятся в этом бессердечном, как вы говорите, мире. Тех, кто наделен властью, обижают тех, кто ею не наделен. Они уничтожают то, что учит нас лучшей жизни. Истинно говорю вам, лучше бы эти люди и не рождались. Это купеческая лига. Это плохие люди. Они нашли на западе остров. У острова разбитый корабль. Ну, обломки. Очень старые обломки, как говорят. По-короче, дружище, вы занудны, как... Не-не-не. И как же купеческая лига нашла этот остров? Они плыли в новый свет, и большая буря отнесла их к северу. Моряки потеряли управление и чуть не врезались в островные скалы. Сильно штормило, но они разглядели старый разбившийся корабль. Они вернулись во ворота Балдура и продали морские карты лиги купцов, чтобы их сифилис прохватил. А какой лиги купцов интересы в острове посреди морской пустыни? Чем он может похвастать, кроме опасных берегов и гниющего корабля? Эти купцы большие жадины. Они хотят прибрать к рукам и остров, и корабль. Дагдиют их кости во всех девяти кругах ада. Купцам нужны сокровища из нового света. Бесследное море очень велико, и кораблям купической лиги нужно где-то пополнять припасы. Они бы остановились в Эвермите, но эльфийское население слишком далеко на севере. Единственное место, где можно остановиться, это Сундрах в Лантане. Но там слишком дорого просят. Купцы теряют в Сундрахе слишком много денег. Для купцов это не просто остров с обломками корабля. Для них это большая гавань. Они хотят превратить этот остров в новый перевалочный пункт для своих кораблей, идущих из Ватердипа и в Радбалдора. Почему это так важно для вас? Я человек науки. Купцам из лиги движет лишь жажда наживы. Они в своей алчностью и стремлению к прибыли уничтожат источник знаний с корабля, так нужный мне. Да будь прокляты их черные сердца. На самом деле да, мелкие грязня купцов и ученых не забота друида, но забота воина, наверное. Какие такие знания могут крыться в гниющих корабельных останках? Моряки купеческой лиги разглядели клейма на обломках. Это был корабль Балдурана. Они полагают, что Балдуран в своем последнем плавании вез большие сокровища. Может быть это и верно, но на корабле также находится много артефактов. Эти вещи могут рассказать, что случилось с Балдураном. Мне нужен судовой журнал с корабля. Я тогда разрешу загадку последнего плавания Балдурана. Купическая же лига уничтожит мои артефакты, чтобы добраться до сокровищ. Этого нельзя допустить. А если вы поможете мне, то смотрите. У меня будет то, что нужно мне, а у вас будет сокровище. А у купцов не будет ничего. На самом деле он историк получается, этот Мендос. И есть даже вариант такой. На купцов. Купцы в городе. Историки, я не знаю. А еще и Паладин говорит с ним. Мендос, ваша цель благородная, помогу вам. Мне конечно будет совестно портить планы добросовестным купцам, но я вам помогу вот так. Я тут сейчас же зафрактую судно. Но есть одна деталь. Люди, что нашли остров, спрятали карты. Во вратах Балдура в северной части города есть здание под названием Счетный дом. Найти его можно на северо-востоке от таверны Песнь Эльфа. Там находятся эти карты. Скорее всего они будут у Капитана Корабля. Я не знаю, как забрать их, но вы герой. Для вас это не должно быть затруднительно. Там может быть опасно. Так что за карты вам будет золото. Я буду ждать вас здесь. Считайте, что все сделано. Будет... Мы уже там были на самом деле. В купеческой лиге, судя по всем. Считайте, что все сделано. Буду здесь так скоро, как только смогу. Пожалуйста, поторопитесь, друзья. Карты мне нужны скорой. Скорее мы говорим, а купцы в это время уже готовят корабли. Я тебя понял. Это во врата Балдура надо идти, да? Кто это такой? Калахан. Привет, друзья. Я Калахан. Гроза рыб семи морей. Не видал вас раньше. Новички, стало быть. Смотри, куда нос суешь. Или остануешься без него. Штаны узлом не завязывай. Не буду тебя беспокоить. Какой-то он на вора похож, Калахан. А ну-ка, Аджантис, иди сюда. Защити Динахиер. Динахиер решил нахамить ему. Не. Нормальный. Вы, дружочеки, кажись, растяпаешь. Что с вас проку. Спасибо, доходяга. Справлюсь без твоей помощи. Пожелайте доброго денька. А ну, Аджантис, еще одну вещь проверь. Мендос злой. Моральный выбор, друзья. Этот добрый. А Мендос оказывается злой. Ах, господи, что по заданию. Мендос отправил нас во брата Балдора. Там мы должны побывать в счетной палате Лиги Купцовой. Для бы для него морские карты. Счетная плата находится где-то на северо-востоке города. Мы вроде бы были там. Мы просто в какую-то Лигу попадали. Там были Огры, и мы их завалили. Галахан. Я не знаю даже. Квест злой. Я подумаю, на самом деле. Я подумаю. Но я хочу, я хочу пойти. Мы, поскольку там уже защищали какую-то... Но все-таки хочется эти вещи Балдура найти. Может быть, у нас получится, если мы пойдем. И тем более я бутылки забыл купить. Тем более нужно возвращаться. И тем более я хочу убрать Якса все-таки. И взять... И взять Имайн. Потому что поиск ловушек 50 меня не устраивает. Сколько до уровня тебе? Воровского. Это будет... Поиск ловушек 50. Это будет плюс 25. Это будет 75. У Имайн... Долго тебе. Имайн уже 8-й там, по-моему, уровень. Да, надо брать, друзья, Имайн. Потому что я понимаю, что Тиакс, конечно, он должен править. Но... Раз там и лети до ловушки, я че-то думаю, что мы на... Ну, просто смотрите. Если мы используем заклинание поиск ловушек, то как бы священник его ищет, он их находит. Но обезвреживать их... Обезвреживать их может только вор. А у вора должен быть навык, чтобы не только их найти, а чтобы их еще и обезвредить. Вот. 50 явно недостаточно, потому что это ДЛЦ Хар. Я так думаю. Тиакс забавный, конечно. Но Квейли я не хочу выгонять. Квейли и маг, и поддержка. Такой класс... Хороший. Корнера тоже ни в коем случае. Паладин нужен, как второй танк. Ну, не знаю, Тиакс. Тиакс, конечно, может вот эти штуки все использовать. Хил, диспл есть. Недоклирик получается. Может, Виконию забрать вместо Квейла. Викония злая тоже, а Джантис будет с ней точно ссориться. Квейла оставим. Еще, да. Ну, вроде они с Тиаксом не дерутся. Я думаю, они бы уже подрались. Но если в Дурлага еще начнется замес, и мы оттуда выйти не сможем. С пятером останемся, будет тяжело. И я думаю... И Майан как раз доложит результаты разведки во вратах Балдера. И скажет, что там к чему в этой купеческой лиге. На самом деле, хитро сыграно. Хитро ее оставили там не просто так. Она разведку проводит. Так что ты, Калаханета, не смей тут нам подслушивать, кстати, не смей наши планы. Видите, он подслушивает, стоит. Собака такая, уй, я тебе покажу. Пожелайте доброго денька. Не хочу я спрашивать про Мендеса. Ну, а давайте спросим. Пожалуй, да, знаешь Мендеса из Ватердипа? Мендес, да, мрачный тип. Ни слова вежливого нет, чтобы здоровьем теточке поинтересоваться. Можешь рассказать, кто он такой? Я его знаю с того самого времени, как он появился в Борде. На золотом руках я вспомнил лучшее. 20 золотых. Ага, ну давай. Мендес пришел в Бороду несколько месяцев назад. Купил имение старого Свенсона. Говорят, он из Ватердипа. Но я знавал народ из города роскоши. Они говорят на всеобщем не хуже моего. Не хуже меня, ты хочешь сказать? Поправляйте его, Джош. Нет, лучшее. Откуда бы он ни был, Мендес не хочет яшкаться с нами и простыми людьми. Держится особняком. У себя дома большей частью. Каждый месяц отлучается на несколько дней. Боюсь, это все, что я знаю. Спасибо, ты очень помог. Пусть у тебя рыба всегда клюет. Это меньше, что я мог сделать. Спасибо вам. Но ничего нового ты нам не сказал. То, что он отлучается на несколько месяцев. Это несколько раз в месяц. Это понятно. Он же должен куда-то припасы доставать какие-то. Или разведку делает свою. Фу. Как по репутации-то у нас. Обычно. Сейчас как и минус 10 нам забабахают за этот квест. Паладин, паладин. Да это понятно, Анжанти, своя честь. Ладно, разберемся на самом деле. Ничего страшного мы не будем. Я думаю, все, со всем мы справимся. Я просто не знаю этих квестов. Я один раз только играл. И ничего уже не помню. В следующей серии, друзья. И мейн заберем, наверное. И бутылки, бутылки обязательно. Если я запишу сейчас, чтобы я их купил. Если я даже листочек сделал. С квестами выписал все квесты, чтобы я не путался. Но я все равно путаюсь. Потому что очень увлекает игра. Очень она классная. До новых встреч, друзья, в следующей серии. До свидания. До свидания.